всем привет сегодня мы делаем обзор на доставку класс не суши и пицца заказ мы сделали сказали ждать течение часа привезли за 40 минут но какой был нюанс да я захотел заказать пиццу а у них нету пиццы вы представляете название класс не суши это пицца пиццы нету только суши заказ не сделал очень интересно что мне привезут потому что отзывов совершенно много и очень и очень они разные отличаются друг от друга поэтому хочется самому убедиться что же готовят класс не суши топиться открываем пакет упаковали так основательно достаем это всем знакомо уже палочки это доставка от доставки использую такие боксы я понимаю рестораны рестораны которые да не залы и большие они могут себе позволить использую такую упаковку для роллов но доставка суши не имеют права пользу такими штуками что это слишком слишком дешево вот эта дорогая вещь я знаю но это 1 5 дешевле наверно давайте откроем сначала лапшу здесь я так понимаю удон с курицей да вот он должен весить 300 грамм 291 9 грамм это вообще не проблема давайте посмотрим на лапшу поближе много масла много очень все над не и даже вот коробочки видно жир давайте попробуешь кроме морковки и лука здесь ничего не вижу ну и а вот кусочек перца есть ну на вид конечно вообще не хватает чего-то давайте попробуем мне даже пришлось взять свои салфетки потому что нам оказывается не положили их что сказать по лапше много масла прям чувствуется растительное масло это невкусно соленая пересоленная ну единственно что здесь хорошо так это мясо здесь не жесткая нежная и мягкая но в целом лапша невкусная есть ее нельзя далее перейдем быстренько к бонзаю вот этот бонзайчик давайте сейчас его взвесим про бонзай должен весить 270 грамм 242 не хватает 28 грамм но для этого ролла это много здесь обвешивают и не докладывают гостям давайте посмотрим на него поближе угря здесь практически нету маленький кусочек если видно лосося достаточно здесь тоже ну гря практически нету вот здесь пару кусочков и есть где достаточное количество гря давайте попробуем проб вообще как вы знаете не люблю горячие роллы но этот бонзай мне понравился мне понравился тем что он мягкий нежный здесь используют мало кляра возможно это просто белок нежные сухари не жесткий ролл который я в прошлом обзоре когда поцарапал себе небо здесь же с роллом все окей даже если мало угря поставили но это не так критично но роза он неплохой это холодные роллы давайте начнем с аляски заявлен вес аляски 210 грамм так у нас 216 ну по весу все нормально 6 грамм это неплохо давайте посмотрим на ролл поближе вот видно много лосося начинки принципе нормально потом лет там ага давайте попробуем по традиции сначала с краю рис гризис неплохой сварен правильно заправка для суши хорошая низ что слегка чуть-чуть переварено но это не критично есть можно давайте попробуем вас соевым соусом ролл целом неплох но я хочу сделать свои рекомендации это уже как помощь первое чтобы здесь поменял поднял бы омлет тамага здесь он вкус его более как яичный блинчик я бы заменил рецептуру сделал более сладковатым и запекал бы запекать это не ошибка японии использовать два метода запекания из заворачивания в рулет здесь это имитация заворачивания но сделано чуть неправильно потому что видимо есть работа и тяжело постоянно сделать заготовки этого омлета поэтому запекайте и поменяйте рецептуру и будет вкусно и последний момент кунжут я уже говорил некоторых обзорах что не надо сыпать столько кунжута кунжут прививает вкус основных ингредиентов посыпайте слегка если здесь грамм 15 кунжута сырки 5 грамм и будет все отлично итак следующий ролл у нас всякие у ноги который должен весить 250 грамм 218 здесь не хватает 32 грамма для этого ролла конечно же это очень-очень много так давайте посмотрим на роб и ближе видно что начинки то здесь достаточно роскручен правильно сыра много давайте попробуем кусочек лососем роу тоже неплохо не снова вы знаете почему же у вас все-таки недовесы так целом неплохо сыр хорошие лосось свежие все нормально все вкусно не знаю что я хочу попробовать еще кусочек с угрем чтобы мой вердикт был объективным давайте попробуем но с частям с угрем здесь ситуация похуже мне попали сухие рисинки твердые это говорит о том что возможно при вымешивании остывания риса к заправляли заправкой получается рисинки на стене бокса или таза или хангири где вы замешиваете рис просто остался и высох и попал в основную массу и поэтому попадаются такие сухие твердые рисинки что ли это уже делать уже снимать с краев этой тары остывший рис тогда рис будет в целом мягкий как основная вся масса это такие рекомендации тоже присмотреть смотрите чтобы не было потом нюансов ну и последнее угарь и замените угарь потому что здесь некачественные здесь он не испорчены не в этом дело дело то что сам на сырье невкусное и отдает чуть рыбным запахом то есть это не тот угарь который нужно использовать для суши я хочу попробовать гарниры начнем с имбиря но имбирь мне уже знакомый по виду я думаю что с ним все хорошо да это самый имбирь который я знаю он сладкий с кислинкой с небольшой остринкой вкусно хрестящий имбирь давайте попробуем васаби васаби острый вкусный без крупинок текстура хорошая васаби имбирем и доволен давайте попробуем соевый соус еще соевый соус тоже достойны хорошего качества видимо сырье есть хорошая но и рецептура тоже подходящая то что соус получился сладковато соленый как я люблю что сказать по этой доставке два нюанса обратите внимание на сервис потому что два ролла рассчитаны на одного человека ко мне сказал оператор колл-центра для третьего человека необходимо дополнительно оплачивать 20 гривен за приборы и за гарнир и так понимаю мы заказали три ролла одну лапшу нам дали на двоих до третьего необходимо было доплачивать это первое второе нету салфеток не дали нам барных салфеток вытереть себе руки и рот и третий момент упаковку в упаковку пересмотрите потому что если у вас доставка то используйте хорошие красивые боксики это уже более для ресторанов которые обслуживают гостей и кто захотел просто не собрали такие контейнеры и отдали дальше по качеству лапша удон с курицей вообще не понравилось она невкусная пересоленная много масла это чисто макароны которые делают там студент у себя в общаге вот такой вот вкус мне напомнил дальше по гарнирам все отлично все супер васаби имбири соевые но блин шикарно все вкусно бонзай тоже мне понравился всякие у ноги ну такое 50 на 50 потому что угар некачественный плюс попадались в хересинки ну и аляска я уже сказал свое мнение да по аляске поменять чуть рецептура так целом неплохо и последний момент здесь обвешивают да смотрите за весами смотрите как работают повара чтобы гости получали нормальные большие красивые роллы в такой обзор на сегодня получился обязательно подписывайтесь на кнопку что дальше будет еще больше обзоров всем пока